Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в поселке Витязево. Мы находимся на Южном проспекте. Сегодня у нас на обзоре будет отель, который называется «Семь морей» либо «Севен Сизен». Я очень хочу, чтобы вы его посмотрели, потому что очень аккуратно, очень уютно. И для меня было удивлением, что я здесь встретил столько своих подписчиков. Это великолепно. Одно из интервью было в бассейнах, но о них посмотрите уже в конце. Сейчас давайте про инфраструктуру, сколько чего здесь есть, до моря, сколько ходить и все остальное. Все, как вы любите, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь и обязательно передавайте это видео для своих друзей и товарищей. Бассейн 31,6. Вы можете увидеть, что отель довольно-таки небольшой, только вот это вот крыло относится именно к нему. Здесь хорошая парковочная зона, есть также парковки с той стороны, куда поставить машинку. Для тех, кто интересуется, платная парковка охраняемая имеется, хотя и здесь все хозяева говорят под камерами. С левой стороны мы можем увидеть детскую площадку, на которой как раз-таки играются дети. Есть чем их занять и песочница. Также при отеле работает столовая. Мы спустимся вниз, я вам ее тоже покажу. Адрес – это проспект Южный, 5D, дробь 2 и номер телефона для того, чтобы позвонить напрямую. Все как всегда, без посредничества, только напрямые номера, друзья. Заходим на территорию и с правой стороны нам встречается как раз-таки тот самый бассейн. Имеется детская зона, взрослая зона, лежачки, на которых вы можете позагорать, поотдыхать. Водичка кристально чистая. 31,6. Думаю, дай-ка проверим. Проверил, действительно, водичка очень теплая. С левой стороны от гостевого дома имеются такие места для отдыха. Можете прийти, на них расположиться, допустим, провести время, что-то перекусить или спуститься в зал для отдыха в столовую. Также имеется детская зона, какие-то игрушки для детей, коляски, велосипеды, самокаты, которые абсолютно бесплатно вы можете воспользоваться. В столовую можно попасть либо отсюда, либо с первого этажа. Сейчас мы с вами поднимаемся, заходим на рецепт. В общем, отель практически заполнен. Мы делаем обзор по просьбе моих подписчиков, которые очень просили хозяева, чтобы мы провели этот самый обзор. Нас встречает рецепшн. Здесь есть такое кресло для ожидания, столики, работает Wi-Fi, есть даже санузел рядышком. Также можно детям включить телевизор. Здравствуйте, зовут меня Лусина Александровна. Я сама хозяйка гостевого дома 7-7-7-Марий. Будем рады всем нашим гостям. Вот как раз-таки здесь находится санузел. И отсюда можно спуститься непосредственно уже в столовую. На каждом этаже стоят зеленые вот такие вот насаждения. Мы спускаемся в цокольный этаж. Также на каждом этаже имеются гладильные доски. Друзья, смотрим с вами столовую, как она выглядит. Находится, как я и говорил, в цокольном этаже. Места очень много. Есть предсистема, детские стульчики, телевизор. И отсюда вот выход как бы сразу во двор на улицу. То есть можно, в принципе, воспользоваться, если вы просто прогуливаетесь этими местами. И посмотрите на раздачу, как она выглядит. Завтрак, говорят, в среднем выходит 150 рублей с человека. А обед рублей 200. Может даже и меньше, смотря сколько вы едите и чего. То есть вот так вот аппетитно все красиво выглядит. Также есть чайная станция. Есть разнообразные напитки. И там находится санузел, где можно прийти, помыть ручки и поесть. Также, если надо, включили телевизор и детские стульчики. Я знаю, что это важно. Они тоже здесь есть. А самое важное то, что здесь все это в прохладе. Даже в летнюю жару вы сможете комфортно поесть. Кстати, советую такие столовые, при красивых домах их постоянно хвалить. Сами коридоры очень широкие. То есть места хватит даже троим человеком разойтись спокойно. Мы с вами посмотрим 105 номер. В России сейчас всего свободно 4 номера, друзья. Здесь мы видим сразу, насколько он светлый и уютный. С левой стороны есть место, куда повесить ваши вещи. А также указатель, надо убрать номер или нет. Влажная уборка в номерах здесь каждый день. Я общаюсь с людьми, не все отмечают то, что очень чисто. Это приятно, когда так говорят. Ну и как выглядит номер. Здесь 4 кровати полноценных. Есть 2 тумбочки, есть телевизор, зеркала, чайная станция. Также имеется свой собственный холодильник. Пуфик для стола. И, наверное, украшением этого номера является балкончик. Балкон здесь прям огромный. Мы выходим. И, кстати, вы могли очевидить, какая звукоизоляция, что мы там ничего не слышали. Стол, стулья, уселись. Можете смотреть со своими детками, если они там плескаются. Либо как бы заниматься своими делами. Также имеется санузел. Санузел выглядит вот так. Раковина, унитаз, есть зеркало, набор мыльно-рыльных принадлежностей. Также все необходимые предметы. Там щетки и так далее. И фен имеется в каждом номере. Есть чем попшикать. Мусорное ведро. И вот такая вот душевая зона. Все прям блестит. Для хранения я ставил на потом. Четыре одеялка. Четыре полотенца пляжных. Четыре полотенца для тела. Четыре полотенца для лица. И четыре набора тапочек. Также здесь плечики. Если чего-то не хватает, всегда не стесняйтесь. Обращайтесь на рецепшн. Они всегда помогут. У нас в Витязел складывается такая атмосфера, когда каждому гостю рады. И вот в конце вы слышите интервью, где человек говорит, что по всем новостям, говорит, что Витязел Санапа занимает второе место по наполнению в этом году. Это благодаря тому, что люди перешли на сервис для наших отдыхающих. И буду надеяться, что дальше будет становиться только лучше. Стоимость этого номера варьируется от четырех до четырех с половиной тысяч рублей. Вы можете позвонить, уточнить, потому что цены меняются. Их не очень актуально произносить, потому что видео в целом снимается для того, чтобы вам предоставлять обзор, когда вы едете к нам и получили максимальную информацию, как вам и где придется отдыхать. Смотрим с вами соседний номер. Это 104-й. Заходим. С правой стороны место для хранения, с левой сход санузел. Также здесь место, куда повесить ваши вещи. И установлен столик с чайной станцией и холодильником. Зеркало, телевизор, дополнительное место и одна двуспальная и односпальная кровать. И также две тумбочки и сплит-системы. И выход на собственный балкон. Выходим на балкон, друзья мои. Здесь есть столик, стульчики. Ну и также вид на бассейн. Виды здесь действительно шикарные. Смотришь, прям радуешься. Особенно, когда отдыхающих видишь. Это самое сладкое, что может приходить для моего сердца. Смотрим санузел, друзья. Есть тазик тоже. Те же самые принадлежности. Имеется фен. И также можете увидеть душевую зону. Все блестит, все радует. Брызгалка, мусорное ведро. Кстати, брызгалки не во всех гостевых домах я встречаю. И тот же самый набор полотенцев, одеялок, тапочек, месте для хранения. Стоимость этого номера от 3 700 до 4 000 рублей. Прийти с ребенком, то вот такую кроватку детскую вам предоставят абсолютно бесплатно. Смотрим с вами двухместный номер 303. На третьем этаже он здесь находится. Заходим, есть вот какой-то столик с левой стороны. Двуспальная кровать. Место для хранения. Две прикроватные тумбочки. Сплит-система. Телевизор. Стол с зеркалом чайной станции. И к холодильникам. Также свой собственный балконище здесь. Звукоизоляция конкретная, друзья. Выходим. Здесь мы слышим, как бы есть движение, но в номерах ничего не слышно. Какой большой балкон. Стол, два стула. Здесь можно еще танцевать. Организовывать танцы, хмансы. Видите, здесь танцевать хочется постоянно, когда хорошая погода и настроение с собой взяли. В шкафу стандартные наборы. Одеяло, полотенце, тапочки, плечики. Санузел. Санузел здесь вот в таком формате. Он прям большая помывочная зона, унитаз. Есть ведерко, пшикалка, тазик, тряпка даже своя собственная. Ну и набор мыльно-рыльных принадлежностей, зеркало и фен. Стоимость двухместного номера от 3 до 3,5 тысяч рублей. Нам для обзора остался последний свободный номер в этом гостевом доме. Я думаю, что недолго это будет продолжаться, потому что сегодня в 12 уже полностью загрузка и заезд. То есть пользуется гостевой дом раз таки популярностью. Потому что, когда отзывы хорошие, гости, видите, из соседних домов переезжают в этот. Вы видите, отзыв в конце обзорчика. Итак, друзья, здесь три кроватки, две прикроватные тумбочки, сплит-система, есть стол, зеркало, есть телевизор. Также есть такое место, куда поставить вещи и обувь. И место для хранения на входе. Есть одеялки, полотенца, тапочки, плечики. В общем, стандартный набор. Холодильник свой тоже присутствует. И выход на балкон. Здесь стол, стульчик. Это вид во двор у нас. Еще раз вам, здравствуйте. Мы так приятно и познакомились. Конечно же, есть свой собственный санузел. Выглядит он вот так. Унитаз, фен, ракайна, зеркало, набор рыльно-мыльных принадлежностей. И также есть душевая зона. Стоимость этого номера 3500-3700. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Константин, Санкт-Петербург. Как вам у нас отдыхается? Вообще, в целом, Витязева. Ну, в Витязево первый раз я приехал где-то лет 5 назад. Жена путевку заказала. Вот сзади у вас есть отель Акварель. С внуком приезжали, отдыхали. Все понравилось. Правда. Пляж хороший. Езди погулять, даже сходить. Море хорошее. А почему вот выбрали теперь этот отель? Я уже второй раз в этом отеле. То есть, все настолько понравилось? Да. Ну, мне все нравится здесь. Доброжелательный коллектив. Здесь хозяйка, хозяин. Встречают, когда приезжаешь. Чистота. Очень мне нравится, что чистота, аккуратно здесь все. Мне понравилось. И не так по деньгам-то дорого. Ценник, я скажу, что в этом месте очень даже неплохо. Потому что я тут на 28 дней. И я по сумме посмотрел по деньгам. И очень приемлемо. Ну, и цены, скажу, что витязево, не сказать, что и дорогие. Читаю прессу. Сейчас наплыв будет очень большой. Именно в Анапли. Анапли, витязево, вообще. Оно сейчас как идет на втором месте. Я старался. Водоросли не пугают вас? Честно, нет. Оно же это все биологическое. Это не химическое. Это живое. От них ни аллергии, ничего нет. Ну, купаешься, ты купаешься. Тем более, водоросли только у берега. Куда дальше в море пошло, и все, чистая вода. С утра сегодня купался великолепно. Спасибо вам за отзыв. Было приятно, да, так поворачивать в голову. Говорит, о, а я на тебя подписан от души. Спасибо большое. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Дина. Дина, откуда вы к нам приехали? Из Рыбинска. Как вам вот в этом отеле отдыхать? Здравствуйте. Сервис замечательный. Мы приехали, нас заселили. Все чисто, все аккуратно. Бассейн теплый, видит, довольный. Это шикарно. На самом деле, ну вот, по-честному, 31,6. Мне стало интересно просто, когда заявляют в бассейн, я ни разу не верил, вот сегодня думаю, дай попробую. Вообще, вот по номерам чисто, аккуратно или грязно, плохо? Очень чисто, очень. Идеально. Здравствуйте, как вас зовут? Ольга. Откуда вы приехали? Из Пензо. Как вам здесь отдыхают? Отлично. А как вот столовая вам? Вкусненько, нам нравится. По деньгам что выходит? У вас, допустим, завтрак надо? Ну, завтрак у меня с двумя детьми. Хочет реставрить. Александру из Пензы. Привет. Привет, Александр. Ты видал, а ты не видал. Как я люблю постоянно говорить, все номера, все контакты напрямую, дорогие друзья. Смотрите, пользуйтесь. 7С отель 7 морей приглашает вас, ребятки. Ну, а я сейчас с вами прогуляюсь до моря. Отсюда показывает два гист, что нам идти с вами 800 метров до пляжа. По времени это займет у нас 9 минут 1190 шагов. Пожалуйста. Я думаю, что так будет более верно показывать, сколько по времени что занимает. Ну, и мы отправляемся. Напротив, кстати, имеется боулинг. Туда дальше, там все магазины. Принферс структуру буду вам по пути рассказывать. Вот та самая парковочка рядышком находится с гостевым домом. И мы с вами отправляемся. Можно сразу перейти на ту сторону дороги. Либо тут рядышком есть пешеходный переход. Здесь имеется магазинчик. Улица Мира, пересечение с Южным проспектом. Разное количество отелей, которые практически все у меня есть. на обзоре. Чтобы сэкономить финансы, можно пройти вот здесь по пешеходному переходу. Если вы хотите больше развлечений, можно сюда, либо туда вообще чуть-чуть дальше. И пройти до пляжа по параллее. Это, как говорится, выбор лично ваш. Как вам это делать? Еще можно отсюда пойти на пляж с той стороны Лок-Витязи. Там шикарная теневая аллея. Но быстрее сюда. Поэтому сходим на пляж по улице Мира. Хотя я, честно, наверное, пошел бы на тот пляж. Потому что там людей меньше. И, говорит, чем меньше народу, тем больше чистого моря. Навсегда вот так звучит, ребятки. Я очень удивлен, что столько подписчиков в одном гостевом доме. Ребят, я искренне вас всех благодарю. Спасибо, что смотрите. Я вас всех честно люблю. Для вас стараюсь. От души еще раз хочу сказать всем спасибо вам. Благодаря вам мы помогли огромное количество солдат. Сейчас стоял, разговаривал. И тут семья цвела подошла. Мне руку поджал. Уважаем вас. Юра, смотрим. Я ради этого живу. Спасибо. Мы сейчас проходим спорткомплекс. С той стороны подкрывались разнообразные места отдыха. Кстати, мы историю с вами на днях снимем гостевой дом. Посмотрите его тоже. И вы видите, что очень много людей здесь идут до этой тропинки. Высадили деревья. Ждем, когда они вырастут. И здесь получится тоже киндистая лея. Странно, что столько времени, кстати, они могли организовать. Если идти с той стороны дороги, то очень большое количество разнообразных кафе, столовых, гостевых домов, которые были у меня на обзорах. В общем, я рад, что являюсь таким представителем моего любимого поселочка Витязева. Морская кухня. Шифручный номер один. Выбор на любой вкус и цвет, как говорится. В сторону я увидел фрукты, овощи. Пойдем зайдем к ребятам. Всегда мне рассказывают по ценам, что сколько у них стоит. 280, 180, 220, стаканчики по 150, тутовник 500 рублей, лоток, малина пока дорогая, помидорчики 150, огурцы в пакете вижу 100 рублей, яблочки 100 рублей, мандарины 150, бананы 120. Персик. 200, 200. Спасибо, хорошая работа. Ну, как я и говорю, ценник примерно, знаете, там плюс-минус везде одинаковый. Ну, кто-то хочет, может поискать там дешевле, можно съездить на рынке. Я недавно показывал в прямой эфире, как сам приезжал на рынок и покупал там прям из машины, из окна, ну, подешевле немножко. Ну, только стоит оно там ради одного килограмма клубники ехать туда или нет. Это уже вопрос к вам, дорогие друзья. Столовых здесь очень много. Здравствуйте. Хорошая работа. Сейчас вычков, столовых, там кофе по пути. В общем, выбор огромнейший. Сейчас вам покажу черешню на халяву, ребята. Смотрите, какая крупная, классная. Единственное, ее подстригли из-за того, что я показывал, что здесь можно есть черешню. И теперь ее не достать. А так два дерева стоит, надо со своей стремянкой приезжать. Слева стороны Мира 221А, Ильяда. Герстевой дом и столовая. Ребята здесь жарят шашлычки. Столовая у них тоже довольно-таки неплохая, вкусная. Здравствуйте. Чтобы вы видите, что как здесь выглядит. Много вкусняшек и уже наши подписчики едят. Смотрите, ребятки. И есть комплексные обеды. Это если, допустим, для выбора. И здесь смотрим шашлычки. И разнообразная вкусняшечка. И отправляемся дальше. По пути нам еще чуть-чуть по улице Вера прогуляться. Здесь у нас остановочка. Приходят сюда маршрутки. Можно посидеть людей, чем заниматься. Также магазины, коих по пути. Ну, вообще бесчетное количество, друзья мои. Смотрим, туда можно по улице прогуляться, ребятки. А здесь огромное количество отдыхающих, уже возвращающихся с пляжей. Есть место с выпечкой. С тандыром уже заработал. Слушайте, уже прям все подкрывалось. Это не может меня радовать. Здесь такая прям суета, суета, суета. И работает куча всего. Попросили показать их салон. Маникюр, косички, педикюр. Здравствуйте, девочки. Разные. На выбор. Ну, хорошо, кондиционер работает. Да. И все сразу. Не хотят на каверу опять сесть. Все. Всего хорошего. Вот-вот приглашают. Дохрапал зашли, по стимуали всех красавиц. Потом они начали стесняться. Ну, поток людей-то уже довольно-таки приличный. Вам так не кажется? Фрукты, овощи, кукурузы горячие. Тоже по пути встречаются в больших количествах. Здравствуйте. Аптека. В общем, мира, улица тоже наполнена торговыми павильонами. Людьми, которые покупают, продают все. Это очень хорошо. Местами работают мои подписчики, которых я тоже очень сильно люблю. Поэтому можем чуть больше кого-то показать, рассказать о нем. Спасибо всем, кто поддерживает своей подпиской. Кукуруза. 100 рублей. Когда интересно, индекс кукурузы упадет у нас. Обычно к этому времени уже чуть-чуть дешевело. Ну, будем следить за этим. Говорится, рыбку. Пиво ребята предлагают. Еще разнообразные магазинчики. Здесь есть. Здесь есть и наши любимые тайхаку теперь представлены. Рима масла. Как прикольно, так с рук кормят, ребят. Лицо зона как-то. И смотрим, ребятки, еще разнообразные места. Кофе с собой, мороженое. Можно взять разнообразное. Сладкая выпечка. Много всяких вкусняшек. Ну. Знаменитое пиво, лимонад. Красиво. Здравствуйте, Юра. Вам холодно что-нибудь? На обратном пути. Я сейчас ходу, прожарюсь на море. Хорошо. Вот хорошие цены. Ждет вас в гости, да. Креветки у тебя подросли, по-моему, я? Ты что, креветки бомбические? И тайхаку, ребята, здесь находятся. Это вкуснейшие роллы, пицца, суши. Советую, приходите, хорошее место, чтобы посидеть. Недавно отсюда делали эфир. Было прям очень круто. Совсем немножко, друзья, мы добираемся уже до улицы Скифской и до моря. Говорит, здесь все порядочком, приятно и знакомо. Слушайте, сколько людей. Как-то все резко произошло. Великолепно. Столовая «Гурман». Давайте зайдем, глянем, что здесь есть. То есть по ценникам посмотрим. Я долго ждал ее открытия. Здесь сделали террасу, на улице можно посидеть. И внутри есть тоже место, чтобы находиться. С детками кушают. Если вы здесь ели, напишите, пожалуйста, ваши отзывы. Будет очень интересно их увидеть, услышать, узнать. Надеюсь, что я все покажу. Потому что сценики, видите, здесь носоки были подписаны. А туда дальше они вон там находятся. Здравствуйте. Глазами кушаем, если что. Здесь прикрыто, можно увидеть. Рыбка подписана разнообразная, тоже есть. Калкут там. В общем, жду отзыва, ребят. И первые блюда. Кастрюльков. Также лимонадики. Ну, здесь клювок. Это все, ребят. Ну и вот терраса на улице. Красота. Отправляемся дальше к морю. То есть, поесть можно с моря дальше сюда прийти. Я жду от вас комментарии. Как вам? В общем, голодные, видите, здесь его 100% не будете. А здесь, я смотрю, постепенно появляется целый город. Разнообразных старинений, мороженое. Пиво, соки, воды. И уже работает настил. То, чего не хватало в прошлой разы. Коптильня. В прошлом году было довольно-таки популярное место. Махи, там молочные коктейли. Все, что вы ждали и сумели. Тут у нас гонконгские вапы. Шарма, кальяны, коктейли. Все в одной машине будет производиться. Как быстро. Вот это да. Сколько людей-то. Слушайте, в этом году, как никогда, очень широкие настилы. То есть, люди идут не двумя колоннами, а даже еще блуждать по ним умудряются. Слева и с правой стороны, это наши анапские дюны, на которых можно прожариться, так сказать, очень хорошо. На солнышке пойти. В море накупались. Пришли в дюны, в парцевый песочек закопались. Ни один курорт черноморского побережья, кроме Анапы, не может похвастаться бесплатными такими процедурами. Во всех основных придется за это платить очень много денег. Добрый день. Мы прям специально встречаемся, да? Отлично. У вас как? А у вас? Молодцы. Красоту и удобство для наших отдыхающих. Спасибо за такую работу. От души. Спасибо. Здесь переодевалочки уже поустанавливались. Заработал душ, туалет с левой стороны. И вот для вас, наши дорогие отдыхающие, работают ребята. За что их всегда благодарите. Здравствуйте. Хорошего вам отдыха. Спасибо. Везде красота и чистота, дорогие друзья. Это очень-очень-очень радует. В этом году как никогда причем то, что пляжи песочек даже просеивают. Я вам вчера показывал в Телеграме, как вручную это делают. Здравствуйте. Мы надеживаем. Очень рады вас видеть. Так же вам хорошего отдыха. Такой большой, дружной семьи. Откуда вы? Из Тамбова и из Коврова. Как вам у нас? Очень хорошо. Водоросли не мешают? Нет. Вообще шикарно. Ребята, вам хорошего отдыха. Спасибо, что смотрите. И вам тоже. Пока-пока. До свидания. Такая переодевалочка. Здесь еще одна. Мороженое продают. Мусорки везде стоят. То есть, ребят, ну сервис явно улучшается. Я хочу сказать, что причем в разы, как минимум, уже приятнее приходить на пляжи. Потому что, ну пожалуйста, вот мусорок нет, поэтому мы будем мусорить. Вот вам, пожалуйста, на каш ты выходишь и везде хорошо. Но как же жарко. Там работает горка водяная. 37,3. В прогнозе 27. А завтра 20. В прогнозе. 500 рублей полчаса. Час 1000 рублей. 15 минут 250 рублей. Ага, все, спасибо. Вот смотрите, ребята, вот такой вот комплекс батутов. Приходите, отдыхайте. Ну будьте аккуратны. Все, спасибо. Вот чего не хватает у нас бесплатных ногомоек, чтобы наш драгоценный песочек не уносили с пляжа. Глоб вообще прекрасный. И заходим, смотрим на эти зоны отдыха. Здесь написано, скольки, скольки, какие-то работают все пляжные принадлежности. Прочитайте, ознакомьтесь и будете в курсе. По 400 рублей, друзья, лежаки. Здесь встаются в аренду. Я могу сказать, что смотрите, как они уже пользуются популярностью. Многие люди их берут себе. Ну и что с морем? Я думаю, что самое интересное. Йок-макарек. Вот это красота, друзья. От удачи творится. Вот это да. Люди молодцы. Чтоб она приезжали. В общем, морешко классное, прекрасное, ребята. Ну и вам всем желаем великолепного отдыха. Чтоб все у вас получалось. Даже сейчас мы, смотрите, отходим немножко в сторону. И здесь место побольше становится. А это самое главное, чего мы хотим. Туда опять, смотрите, побольше людей. В общем, места пока на пляже есть. Приезжайте, занимайте. Все номера указаны напрямую. Пользуйтесь, как говорится. Ой, девушки, фотографируйтесь, конечно, после таких кадров. Главное, не забыть свои штепанцы, когда буду выходить из моря. Кружат голову все эти красивейшие наши девочки со всех сторон. И заходим. Ну, под берегом водоросля, ребят. Я хотя сегодня купался от дачи на пляже, там было по-другому. Температура воздуха возле моря 35,5. Ну, а мы здесь будем забереть, потому что тут как-то глубоко становится. Хотя, слушайте, вот я вам сейчас вайфак прошу. Чуть-чуть дальше пройдем, там чистая вода. Тот же самый пляж, друзья, но мы проходим дальше. И здесь волшебным образом все возрасты кончаются. Я всегда об этом говорю своим подписчикам. Ребят, прогуляйтесь влево-вправо. Всегда есть чистые места. Если вам критично, ну, зелененькая водичка. Вот он, пожалуйста, уже совсем-совсем чешит. Оттуда дальше все чище, чище и чище становится. Слушайте, чего только у нас на пляжах нет. Даже тут сапов огромное количество уже задается в аренду. Ну, отдыхающих красавиц, по-моему, все больше и больше и больше становится. Да, фантастика. Ну, вот вам пойдет такая мата на море. Прям под берегом, ребят. Почему люди в тапочках ходят по воде? Не знаю. В общем, замеряем температуру водички, чтобы получить нужный результат. Вот вам, пожалуйста. Ну, сколько? 50 метров я прошел в сторону. Чистая водичка. Насколько людей в море красота. Ну, что, друзья? Все номера телефонов указаны напрямую. Очень хорошие хозяева. По крайней мере, отзывы о них великолепные. И для меня вот составили такие впечатления. То есть через каждое слово извините, пожалуйста. Я, честно, прям никогда не видел. Я даже с Джадикой сегодня до этого пожаловался. Говорю, Джадик, это как так? Он говорит, ну, я тоже очень люблю, когда такие люди приезжают. Здравствуйте. Юрий. Юрий. Я вас приветствую. Я вас тоже. Как вас зовут? Алексей. Мы с прошлого года с вами не виделись. Мы в Джимитех встречались. Ага. Ну, вот та сторона пляжа, мы вчера были. Там печально, водоросли. Да, вот здесь сюда пришли очень хорошо. Сколько от той стороны до этой стороны в метрах? Мы были примерно одинаково от пирса. Ну, метров пускай 150 отсюда, да? Ну, может, 200. Ну, может, 200. По максимуму, если брать, да. Образно говоря. И мы стоим с вами сейчас. Ну, чуть-чуть есть водоросли, это жизнь нормальная. То есть, ну, нету того, что там... Ну, море, оно есть море. Да. Такое, конечно. Водичка теплая? Отлично. Отдых хорошо проходит? Отлично. Это самое главное. Может, кому-то привет? Ну, привет. Я город Химки, Московской области, город Клин. Ну, всех, кто меня знает, кто знает Юрия. Спасибо. Вот. От души. Вот. Привет. Еще вопрос. Может быть, какое-то заведение посоветуйте посетить? Обязательно что-то вам понравилось. Ну, у Артура, конечно. Сейчас шучу как-то. Да, у Артура, да. Да, да. Это вообще приятно. Спасибо большое, что смотрите. Всего вам хорошего. Все. Отлично. Спасибо. И, ребятки, на вот это вот прям... Я сегодня встретил столько подписчиков, что я в восторге. Это при том, что я без трансляции, а просто так гуляю. То есть меня вычислить нельзя. Это просто увидели, подошли. Так, давайте к морю вернемся. Все-таки стоим по колено. Ребят, температура воды 21,6 показывает. То есть вполне себе комфортно, классно и прекрасно. Ты глядь. Это эмоции, да? Ты глядь. Огонь. Здравствуйте. Здравствуйте. Как тебя зовут, представься? Я зовут. Я Сергей. Передаю привет дедушке с бабушкой, бабушке еще и маме с папой. От души. Все, мочи пятюню. Машите ручкой. Привет. Четыре года уже не были здесь. Почему вернулись? Мы разы были у вас на фотосессии подряд, вагон, восьмолой. Потому что здесь хорошо, здесь песочек, барханы красивые. А в этот раз у нас путешествие от Гиринджик-Нецка. От Кабардинки до сюда фотобережь на машине. Ой, вообще классно. А где здесь у нас остановились? Родос, который все время здесь останавливаемся. Ангарский дом 7. Хорошего отдыха, ребят. Спасибо, что глядите. Очень приятно. Я вам советую. Бросайте все, приезжайте, отдыхайте, наслаждайтесь. С вами был Юрий Азаровский, который сердечно любит каждого. Из вас, кто поддерживает наших дорогих солдат, того, касается все, что вокруг него происходит, и тех, кто любит наше Черное море. Крепко обнимаю, к сердцу прижимаю. И желаю вам всего самого хорошего. Приезжайте, отдыхайте, наслаждайтесь. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok